До базы в лагере Телечов Встретили этих животных Такая вот стрёмненькая тропинка По ощущениям градусов по 30 Поедешь ещё в Непал? Конечно! Уезжать не хочу! Восьмой день трекинга Половина восьмого утра Мы оставили часть вещей Пол седьмого Пол седьмого утра Мы оставили часть вещей в отеле Нож с пол на два дня И вышли под реальный маршрут На озеро Телечо Сегодня мы идём до базы в лагере Телечо Где переночуем А с утра Немножие А с утра зайдём непозвязательно до озера Завтра утром И должны будем к вечеру вернуться обратно В Манан Намасте 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 Вот указатель Торнугла Туда Это перевал Через который Надо будет пройти Через несколько дней А озеро Телечо Туда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Долине Паласа Такие что Не до конца Выветрившиеся Серны Смотрите Друзья Не знаю Кто это Что-то Типа Косуль Или кто-то Типа Косуль Причём Мы видели Наверное Сразу Таких Особей Наверное 40 Когда ходили На Льдовое озеро Но Вдалеке А это Против Рядом Приходили Че По По Тропе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деревня Хансгар Если я правильно произнёс Последняя деревня На пути К озеру Тилича Будет только базовый лагерь И всё Пхан Ханс Фангсгари Нет Фангзари Если Вещи Не оставлять В Мананге При возвращении С озера Тилича Тиличо Можно Отдыши Можно уйти Сразу В Ягхарку Но мы спустимся В Мананг И уже только потом Пойдём В Ягхарку Это будет Послезавтра ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас на маршруте Где-то на высоте 4100 метров Тоже есть развилка С которой можно Уйти на Ягхарку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Ашруте уже работают магазинчики Активно строятся Такие-то Кист-хаусы Отельчики Свежепостроенные Домики Вот этот пик Совершний Это Гангапурно Там сейчас спортеры сказали А вон Массив Монослов Отсюда виден Тоже очень хорошо Вон снова Стрядили Этих Животных Типа косуль Потом уточню Кто это Как выяснилось позже Этот вид Барнокопытных Называется Гималайский Голубой баран Он же Нахур Он же Харал Он же Кукуеман Но на треке Именуются Англоязычным Блюшип А питают они Только в высоких районах Гималаев На территории Непала Индии Китая И Пакистана Гималайский Гималайский Верхний Все замазали Написано Типа Туда не ходи Дальше Немножко Такая Стремненькая Тропинка Страшненькая Видим Как раз Камнепады Чистые И вон Нам Человечек Идет Навстречу Нам Видимо С озера Жарит Вообще Жесть По ощущениям Градцев По 30 Хотя По факту Здесь Ну Минус Наверное 15 Но на солнце Вообще Ад Этот участок Трека Считается Самым опасным В связи С несколькокилометровым Траверсом Вдоль крутого склона И чуть ли не 2 км Идешь По сыпухе Зимой Или весной Когда здесь Еще лежит снег Без кошек Лучше вообще Не ходить Так как Риск поскользнуться Вполне реален А вследствие этого Можно улететь В пропасть Не имея возможности Задержаться после падения В сухое время Эти здесь Конечно Немного безопасней Возможность Получить голову Камнем Никуда не девается Камнепады Здесь явления Очень частные И даже мы За пару часов Видели Несколько небольших В принципе Это и так Отчетливо видно Если вздумать На склон Сыпят здесь Постоянно Дом Рим 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 Прошли мы этот участок Наверное километров на скидку полтора За цепух Насколько я понимаю Это самый опасный участок пути Вообще на всем маршруте вокруг Анатурно То есть даже на перевал будет попроще В техническом плане скажем так Вон базовый лагерь Или что Чуть больше километра Так друзья видно нет Наверное видно чуть-чуть Доплелись мы до базового лагеря С трудом честно говоря Тяжеловато Но пейзажи ближе к нему такие уже марсианские Надежде очень понравилось Тут несколько Скажем так отелей Первый отельчик очень такой приятный Место для отдыха Как и здесь называется Мне нравится его совосочетание Фаерплейс Но осталось там номер только на троих Прошли дальше Тут отельчик немножко попроще За 300 рупий Честно говоря я не понял С одного или за двоих Но это уже не суть важно Вот такой вот номер В принципе для такой высоты Очень таки Аккуратный Высота 4 150 Цвет есть Ну Лампочка у нас тут что-то не работает Сейчас решим Вай-фай говорят даже бесплатный Ну вот Вот так вот О Вот здесь уже начинают топить Кизяками Туалет здесь один Он на улице По типу деревенского И там надо Туда ходить нужно Очень осторожен Или в кошках Или в кошках Да Потому что там сплошно лед Очень скользко Взяли сразу долбат Один вдоволь Два мальника А ты будешь Возьми портирать По деньгам Немногим дороже Чем Монад Нашим посторонним Надя обратил внимание Что нам сейчас Омлет принес Тот молодой человек Который тукшо какашками Растапливал печку Нормально Вот такая у нас Ночёвка В пуховике В спальник Ещё одеяло Чайку горяченького Ага Света, кстати, нет вообще Нигде в отеле Сказали, позже будет В отеле Ты чё? Поедешь ещё В Непал? Конечно Уезжать не хочу Растапливал печку Растапливал печку Растапливал печку Растапливал печку Растапливал печку Продолжение следует...